Привет, я Стив Келли, старший пастор церкви Волна, Вирджиния-Бич, штат Западная Вирджиния. Привет, я Стив Келли, старший пастор церкви Волна, Вирджиния-Бич, штат Западная Вирджиния. Галилейское море. Здесь Иисус сказал ученикам, переправимся на другой берег, и после этого неожиданно началась сильная буря. Иисус успокоил ее. Название сегодняшней проповеди «Где вера ваша? Хочу вас вдохновить, отправимся на Галилейское море». Я уверен на все 100%, что это послание не оставит вас равнодушными. Итак, приятного вам просмотра. Прямо сейчас нахожусь на месте, которое называется Капернаум. Капернаум — это одна из самых стратегически важных точек Израиля. Именно здесь Христос начал свое служение. Он пришел сюда из Назарета и здесь получил помазание Святого Духа. Он получил силу проповедовать, исцелять больных и освобождать всех, кто находился во власти дьявола. Также Капернаум был крупнейшим центром торговли в Галилее. Но что самое главное, именно здесь, у Галилейского моря, зародилось и стало развиваться служение Христа. Итак, мы здесь, в этом легендарном месте. Иисус отправился в Капернаум после посещения синагоги. Оглянитесь вокруг. Мы сейчас расположились в месте, очень похожем на древнюю синагогу. Здесь Христос воскресил из мертвых дочь Иаира. Естественно, что здесь процветал рыболовный промысел. И, кстати, Иаир был в этом городе не самым последним человеком. Он был в Капернаумской синагоге. Представьте себе, что ваш ребенок болен и находится при смерти, и вы узнаете, что Иисус, такой известный целитель, направляется в ваш город. Уверен, вы бы тоже всеми силами пытались добиться его помощи. Иисус, узнав о дочери Иаира, исцелил ее. Так как Иаир был не только признанным лидером, но и успешным предпринимателем, он использовал весь свой авторитет, чтобы найти и привлечь внимание Христа. Несмотря на свой статус и влияние, он отчаянно молил Христа о помощи. Да и какой отец не поступил бы так же? Хочу еще раз подчеркнуть, что Капернаум был богатым и сильным городом, религиозным и торговым центром, в котором было много успешных людей. Здесь заключали крупные сделки, и здесь же началось полномасштабное служение Христа. Капернаум был основан ради рыболовецкого промысла. И, как мы знаем, несколько учеников Христа были рыбаками из другого города. Все это происходило прямо здесь, на этой земле, где мы сейчас с вами находимся, в этом историческом месте на северном побережье Галилейского моря. Кстати, обратите внимание, один из домов слева от меня, как читается, принадлежал Петру, или точнее, его тещу. По преданию, на момент, когда Иисус исцелил тещу Петра, будущий апостол и сам жил в ее доме. Сейчас на этом самом месте находится церковь. Скорее всего, Петр жил с ней, потому что был единственным оставшимся в семье мужчины. Представьте себе, жица вместе с тещей. Наверное, он очень ее любил. Я думаю, это поступок достойного уважения. А прямо под нами, на этом самом месте, находятся руины синагоги, где Христос учил народ и проповедовал Божье Слово. А справа от меня, и вы сейчас можете увидеть это, находится колонна, где перечислены имена тех людей, которые участвовали в строительстве этой синагоги. Сегодня мы побуждаем людей проявлять щедрость по отношению к Божьему Дому. Вот эти надписи. Отдавать даже сверхдесятины для того, чтобы Божья работа совершалась. Эта колонна — потрясающее свидетельство веры мужчин и женщин в благое дело, а именно строительство Божьего Дома, который останется на века и послужит людям. А все потому, что у них был менталитет людей, которые заботятся о вечном наследии. Именно об этом я хочу поговорить сегодня. Символично, что это происходит здесь, в Капернауме, именно в этой синагоге. Она была основана по ветхозаветным традициям, но с той же самой заботой о будущих поколениях. Такое отношение мы открываем для себя уже в Новом Завете, вместе с приходом Христа и учением о нашем наследии. Да, эти записи на колонне упоминают людей Ветхого Завета, которые пожертвовали средства на строительство Божьего Дома. Но важно также то, что Новый Завет, который начался с приходом Христа, имел отправной точкой именно Капернаум. И даже больше, это был своеобразный форпост всего дальнейшего служения Иисуса. Сегодня мы поговорим об этом подробнее. Имена на колонне напоминают нам о традиции щедро жертвовать, которая переходит и в Новый Завет. Мы должны сформировать у нового поколения менталитет людей, которые готовы вкладывать в вечное и оставлять после себя наследие. Мы здесь не для того, чтобы заботиться только о своем благополучном уходе на пенсию. В Библии написано, что Бог, когда говорит о себе людям, называет себя Богом Авраама, Исаака и Иаков. Когда Бог смотрит на вас, Он видит ваших внуков. Поэтому я призываю всех вас, не думайте только о себе и о своей жизни. Мы жертвуем свои финансы на храм, который послужит многим поколениям после нас. Это правильный подход. В этом историческом месте это послание ко мне и ко всем вам обретает особенный смысл. Позвольте рассказать вам о нем больше. Я хочу, чтобы вы поняли, как важно для нас заботиться о последующих поколениях. Мы связаны с нашими детьми, внуками и правнуками. Давайте же с радостью участвовать в строительстве Божьего наследия для них. Слова Христа записаны в Библии. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». «Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут». Вот еще несколько отрывков из Писания, которые связаны с этой удивительной колонной. В первом послании к Тимофею, 6 главе, 17 стихе, записано наставление апостола Павла к лидеру церкви, которую он основал, своему преемнику Тимофею. Павел описывает тех людей, которых следует назначать служителями и лидерами церкви. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе, и уповали не на богатство неверное, но на Бога Живого, дающего нам все обильно для наслаждения». Апостол Павел дает наставление Тимофею и убеждает его искать людей, которые имеют успех и благословение в этой жизни, чтобы научить их правильно относиться к финансам. Этот отрывок затрагивает вопрос заботы о будущих поколениях. Богатые не должны уповать на богатство неверное. Всем следует надеяться на Бога и вкладывать в совершение Божьей работы. Следующий отрывок из 10 главы послания к римлянам. Павел вновь пишет о важном принципе, который работает уже на протяжении многих веков. В современной церкви некоторые считают его чем-то привнесенным извне, неким законом рыночной экономики. Но я докажу, что он имеет библейские корни в новом и даже больше в Ветхом Завете. Мы создаем наследие для следующих поколений. Итак, Павел пишет. И как по данной нам благодати, имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчество и по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли, в учении. Увещатель ли, увещевай. Раздаватель ли, раздавай в простоте. Павел заповедал нам раздавать в простоте, то есть щедростью. Вы понимаете, только в отношении этого дара, дара раздавать, Павел говорит такие важные слова. Этот дар он выделяет особенно. Этот дар находится на совершенно другом уровне. И далее мы читаем. Начальник ли, начальству и с усердием. Благотворитель ли, благотвори с радушием. Все это написано в Новом Завете. Помните, такие же наставления Павел отправляет Тимофею, лидеру Первой Новозаветной Церкви. И знаете, что касается лидеров разных служений сегодня? Молодежного, детского или, например, прославления. Все мы, безусловно, хотели бы, чтобы эти люди были подготовленными, обученными. Люди, перенявшие дар от старших наставников. Если их дар, например, пророчество, мы должны научить их, как это делать в соответствии с Божьим Словом. Естественно, что для этого требуется время и усилие. Если речь касается молодежного служения, мы обязательно проверяем прошлую историю служителей и готовим их. Мы хотим доверить нашу молодежь людям, достойным и опытным. И важно, чтобы у них было особое мышление, желание передать наше наследие последующим поколениям и научить их давать щедростью. Посмотрите, это написано прямо на камнях. Имена этих людей на стенах церкви. Это люди с правильным менталитетом. Вот несколько признаков такого мышления. Во-первых, они работают плодотворно и не требуют особых почестей. Подтверждение этому признаку мы находим прямо здесь, в Капернауме. Это история о человеке, который произвел большое впечатление на Христа. Спаситель сказал, что во всем Израиле он не встречал такой веры. Интересно, что этот человек был не из дома Израилева, то есть он не был евреем. Он был римским солдатом, представителем римской власти, оккупантов, захватчиков Израиля. Это был римлянин, человек из другого народа и культуры. Он был сотником по должности. В его подчинении находилось более ста человек. Вот что написано в Библии. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его «Господи, слугамуй лежи дома в расслаблении». Он просил Спасителя помочь его любимому слуге. Первый урок для нас – цените людей, которых Бог дает вам. Его слуга болел и был при смерти. А второй урок для нас – если мы несем служение под руководством какого-либо лидера, и нам нужно стараться стать для него такими ценными помощниками, настолько ценными, что, окажись вы при смерти, ваш руководитель не будет в первую очередь думать о замене, а постарается позаботиться о вашем выздоровлении. В Библии написано, что сотник очень ценил своего слугу, потому что он действительно был ценным помощником. Он был при смерти, а сотник не мог представить свою жизнь без него. Такие наследники в служении должны быть и у нас. Давайте стремиться к этому. Итак, вернемся к Писанию. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. Старейшины упрашивали Спасителя помочь. Ведь сотник был достоин этой помощи. Они рассказали Иисусу о том, что он любит народ и построил синагогу. Перед нами настоящий пример щедрости и эффективности. Во-первых, он любил Израиля. Далеко не все римляне были такими. Напоминаю, они были захватчиками в Израиле. Любовь к еврейскому народу — это практически исключение для представителей римских властей. Но этот сотник всем сердцем любил людей веры, народ Божий. И он любил их не просто на славах. Он использовал свое влияние, положение, средства и поддержку Римской империи на благо евреев. Он построил синагогу. У него не было еврейских корней и каких-либо других причин, кроме искренней любви к избранному народу. Посмотрите, какой замечательный пример лидера, который заботится о наследии. В Библии Иисус говорил, что никто не заслуживает увидеть в действии дар чудотворной Божьей силы только на основании своего положения или слов. Никто не может купить чудо. Единственное, что вы можете сделать, — это стать человеком, достойным этого чуда. Услышав о такой искренней любви этого сотника к евреям, о том, что он использовал свое положение и авторитет на благо вечного наследия для строительства синагоги, Иисус согласился помочь. Как мне это нравится. Иисус пошел с ними, и когда он недалеко уже был от дома, сотник пришел к нему и сказал, «Не трудись, Господи, ибо я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, ибо я подвластный человек, но также имею у себя в подчинении воинов». Вот признак лидера, который заботится о наследии. Это мужчины и женщины, которые знают, кто подчиняется им и кому подчиняются они сами. «Сотник говорит Христу, я в теме, и я понимаю, как все это работает, ибо я, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, «Пойди» и идет, и другому «Приди» и приходит, и слуге моему «Сделай то» и делает. Он говорит Христу, «Я знаю, что у тебя есть власть сделать это, ты занятой человек, и я тоже». Так же, как я отдаю приказы, ты можешь одним своим словом повелевать и исцелять. «Я признаю твою власть, и то, что она выше всякой власти, известной мне, скажи лишь слово, и мой слуга выздоровеет». Иисус удивился ему и сказал идущему за ним народу, «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Вы согласны, что сотник был человеком успешным, ведь так? Но что важнее, это его мышление и искренняя забота о наследии. Думая о будущих поколениях, мы заботимся о наследии для них совершенно бескорыстно. Сотник верил, что Иисус сможет исцелить одним словом. Он имел неподдельное почтение и смирение перед Спасителем. Это потрясающий пример для нас. Он успешный и эффективный лидер. Он построил синагогу. И при этом он не требует особых расходов на содержание, то есть внимания или почестей. Иисус, ты можешь даже не запомнить мое имя. Можешь не присылать мне поздравления на праздники. Я не настаиваю, чтобы мое имя было высечено на стене. Самое важное для меня — это мое отношение и вера в твою власть, в одно твое слово, которое совершает чудеса. Боже, дай нам всем способность совершать многое и обходиться малым. И вот еще один из признаков лидера, который заботится о наследии. Такие люди жертвуют в любые времена. И когда у них есть возможность, и когда особых возможностей нет. Мы помним, что Павел пишет о разных людях, которые могут стать служителями. Кто-то может наставлять, кто-то может давать и так далее. Таких людей нужно различать и обучать служению. Павел дает особые наставления касательно разных даров. Давайте прочитаем, что Павел говорит о лидерском даре самого Тимофея в первом послании к Тимофею. Он призывает его заниматься служением, учить в любое время. То же касается и нас. Мы должны заниматься служением в те времена, когда все хорошо, и на каждую молитву есть ответ. И также в те времена, когда все плохо и когда сил нет. Нам нужно научиться быть эффективными даже в плохие дни. Не пасовать перед трудностями и проявлять силу духа. Это правильное мышление. Это забота о наследии. Это пример лидера, который является лидером в любое время. Легко давать, когда все идет гладко. Когда в нашей жизни и финансах есть благополучие. Такие моменты давать действительно легко. Но именно в те моменты, когда у нас не все так гладко, наши пожертвования становятся настоящей жертвой. Подумайте об этом принципе, которому учит нас Библия. Давать в любое время, независимо от ситуации. Все мы помним историю Исаака. Он сеял во время голода и засухи. Для нас это то время, когда дела продвигаются с трудом. Лидер, который заботится о наследии, находится выше своих обстоятельств. Он не позволяет тому, что происходит вокруг него, влиять на его вечные ценности. Он выкладывается на все 100% и во время покоя, и во время штормов. Тимофей был наставником лидеров церкви. Вырастить лидеров в сфере финансов можно только на собственном примере. Важно непрерывно, в любое время, заниматься своим служением со стопроцентной отдачей. Нужно стремиться быть лидером, когда все вас любят, и когда вас не любит и не поддерживает никто. Пасторы, вам нужно быть наставниками церкви, и когда вы на высоте, и когда вы внизу. Не жалуйтесь и не опускайте руки. Потому что вы не можете сказать «сегодня не мой день, приходите завтра». Мы не можем допустить в церкви такой подход. Иначе нам никогда не построить крепкое наследие для последующих поколений. Это мощная поддержка для формирования правильного мышления. Мы снова обратимся к Ветхому Завету. Мы сейчас находимся в таком историческом месте. Давайте вспомним о царе Давиде. Он искренне желал построить храм, дом, где будет обитать Бог. Но Бог сказал, что храм для него построит сын Давида, Соломон. Мы помним, что Соломона почитали за его мудрость, известную во всем древнем мире. Он просил мудрости у Бога, и Бог ответил, «Соломон, самый мудрый человек своего времени, говорит следующее, «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». Как это здорово! Когда мы жертвуем, мы не знаем наверняка, но надеемся, что нам воздастся. Инвестируйте в разные сферы. Не бойтесь рисковать. Развивайте в себе мышление лидера, который заботится о будущих поколениях. Не вкладывайте все в одно предприятие. Пробуйте разные сферы. Это рекомендация от самого мудрого человека в мире. Он говорит, «Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на Земле». Разве не стоит нам прислушаться к словам самого мудрого человека в мире? «Когда облака будут полны, то они прольют на Землю дождь». Что же он имеет в виду? Что это значит для нас с вами? Это значит, что мы должны развивать в себе мышление людей, которые заботятся о будущем. «Когда облака будут полны, — говорит Соломон, — они прольют на Землю дождь». Вы, наверное, подумали, это действительно, сказал самый мудрый человек в мире. Вот что он говорит дальше. «Если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет». Это иносказание, которое объясняет нам, как поступать со своими финансами, как правильно инвестировать и почему мы не должны бояться рисковать. Это сказал самый мудрый человек на Земле. Это может быть не самая современная и понятная для нас формулировка. Все эти наблюдения за облаками. Но идея проста и прекрасна одновременно. Он говорит о том, что происходит неизбежно. «Если на небе тучи, нет сомнений, что будет дождь. Если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется. Это закон. И дальше, кто наблюдает ветер, тому не сеете, кто смотрит на облака, тому не жать». Другими словами, если руководствоваться только обстоятельствами, очень часто мы можем остаться ни с чем. Если вы зависите от курса на бирже, от суммы на вашем счете, это то же самое, что перестать инвестировать в будущее из-за страха. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. Все очень просто. Не рискуя ничем, мы на самом деле рискуем остаться ни с чем. Соломон говорит, как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости во чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все. И вот какое заключение к своему наставлению делает Соломон. «Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей». Иными словами, забота о будущем должна быть первым нашим делом каждое утро. Это наша забота о наследии. Давайте каждый день инвестировать в наше будущее. Неважно, ветер на улице или обвал акций на бирже, неважно, как обстоят дела с работой или финансами, мы все равно должны заботиться о будущем наших детей и внуков. Работайте усердно в любое время. Жертвуйте щедро на Божие дела. Вкладывайте финансы в разные служения. Вы не знаете, где будет отдача, но вы можете быть уверены в этом принципе. Тот, кто сеет, обязательно пожнет. Так сейте же в любое время, независимо ни от чего. Это правильное мышление, это забота о наследии. Применяйте этот принцип. Я молюсь, чтобы вы наслаждались этим туром по Святой Земле. Добавлю, что это безграничное восхищение находиться в тех местах, где Библия живет. Сегодня я хочу обратиться к вам, хочу поговорить о ваших отношениях с Иисусом. Вы христианин? У вас есть отношения с Иисусом? Произошла ли у вас изменяющая жизнь встреча с Иисусом? Я молюсь сегодня, чтобы эту серию через тур по Святой Земле Иисус становился бы более живым для вас, более реальным для вас, чем раньше. Я хочу помолиться вместе с вами сейчас. Может, вы никогда не молились этой молитвой раньше. Попросите Иисуса войти в вашу жизнь. Может, у вас нет личных, изменяющих жизнь отношений с Ним. Может, вы произносили такую молитву, но знаете, что сегодня вам нужно принять решение приблизиться к Богу, занять правильное положение. Скажите, дорогой Господь Иисус, войди в мою жизнь сейчас и покажи свою реальность. Я принимаю тебя сейчас, твою любовь и твою милость, твою благодать и твое прощение. Спасибо, Иисус, сейчас я христианин, а ты живешь во мне. Во имя Иисуса. Аминь и аминь. Если вы произнесли эту молитву, то я хотел бы сделать для вас кое-что. Я бы хотел достичь вас, но для этого вы должны достичь нас. Поэтому я прошу вас сообщить, если вы помолились такой молитвой. Если вы зайдете на сайт, указанный на экране, свяжетесь с нами, сообщите, что вы помолились такой молитвой, вы приняли решение приблизиться к Богу, занять правильное положение, то я хотел бы отправить вам подарок совершенно бесплатно, только для вас. Я хотел бы дать вам знать о следующем шаге. Я ободряю вас сделать это прямо сейчас. Уделите время, посетите наш сайт и дайте нам знать о вашем решении. Мы хотели бы увидеть вас в воскресенье. Навестите нас здесь, в Хэмптон Роудс. Где бы вы ни находились, станьте частью хорошей библейской церкви. Бог благословит вас. Спасибо за просмотр. Жду встречи с вами на следующей неделе. Дорогие телезрители, мы находимся в Хэмптон Роудс. Нашу телевизионную программу еженедельно смотрит 42 тысячи человек. Я хочу предоставить вам возможность стать партнером нашего служения. Вы можете принять решение либо поддерживать нас ежемесячно, либо сделать одноразовое пожертвование. Помогите нам распространить это послание как можно большему количеству людей. Наша программа транслируется в России и также на Среднем Востоке. Телевизионное служение в Хэмптон Роудс существует за счет поддержки партнеров. Я верю, что это телевизионное служение приобретет национальный и международный характер. Бог дает нам передавать послания, которое приносит жизнь. Без вашей поддержки мы не сможем продолжать это делать. Поэтому я призываю вас зайти на наш сайт в раздел «Партнерство». Вам будет предоставлена возможность либо поддерживать нас ежемесячно, либо сделать одноразовое пожертвование. Я благодарен вам за вашу поддержку и также хочу дать возможность стать нашим партнером. Библия учит нас тому, что если мы участвуем в чем-то, что больше нас самих, наша жизнь становится больше. Вы сеете в добрую почву. Я вам обещаю, что мы будем молиться за каждого из вас. Мы всегда молимся за наших зрителей. Но, дорогие партнеры, вы должны знать, что мы будем молиться о вас. Да благословит вас Бог! Субтитры подогнал «Симон»!